Эффективность ипотерапии доказана давно. Лошади помогают не только восстанавливаться и развиваться физически, но и положительно влияют на эмоциональное состояние человека. Данил пришел на занятия около пяти лет назад. С годами необходимое лечение переросло в серьезное спортивное влечение. Теперь мальчик уверенно держится в седле и даже участвует в соревнованиях. Второе, третье место. Где ты участвовал? В Коске. На какой лошади? На Франоке. Тебе нравится? Угу. Нравится. Очень нравится? Да. Нравится. Ты давно катаешься? Давно. Ипотерапия и плюс это конный спорт, конечно, это очень хорошее развитие. Он более общительный стал. У него интерес к животным. Особенно он любит рассказывать, как может, про лошадей. Рвется сюда на занятия с удовольствием. Ни разу не было такого, что он сказал, что я не хочу, там не буду, устал. Нет, обязательно. Ему надо, чтобы здесь, здесь. Потому что здесь интересно. Здесь и ребята, и лошади. Дети с ограниченными возможностями занимаются наравне со здоровыми и ничуть не отстают от них. Это принцип инклюзивного обучения конного клуба. Лошадей стараются подбирать спокойных, а затем специально тренируют. Лошадь, она лечит что душу, что тело. Вот это самое важное, самое ценное. И я говорю всегда, я убеждена, что через методы по терапии можно решать очень много задач. Это психологические, педагогические, медицинские, социальные. Вы понимаете, безграничная возможность. Подтверждают это и врачи. Говорят, что это один из эффективнейших методов немедикаментозного лечения и реабилитации. При верховой езде активно задействованы те мышцы, которые обычно не участвуют в движении. Это и вызывает определенный эффект. Мы не только рекомендуем, мы заключили договор о взаимосотрудничестве. И те дети, которые имеют определенные заболевания и состоят у нас на учете, помимо традиционных методов реабилитации, как массаж, физиотерапия, лечебная физкультура, мы набираем группы детей, которые под медицинским наблюдением будут проходить занятия по ипотерапии. Активно участвуют в этом процессе и Министерство социальной защиты. Периодически выделяются средства и различные гранты. В этом году Министерство социальной защиты поддержало общественную организацию «Конек-Горбунок», которая занимается ипотерапией для детей, страдающих детским церебральным параличем. Все дети, которые имеют показания, то есть определенные заболевания, они обращаются в общественную организацию и абсолютно бесплатно имеют возможность обучиться верховой езде, естественно, получить курс ипотерапии. Аюна Чертарова, Вячеслав Батуев. Первая альтернативная.